Я очень хорошо помню его. Акбаржон учился у меня с 5 по 6 класса. Этот мальчик был очень воспитанным, умным и серьезным. Ни разу он не вызывал недовольства учителей. Мы никогда не вызывали его родителей. Они были очень простыми людьми. Говорят, его отец работал в России. То есть с 5 по 6 класса он ни разу не показал себя с плохой стороны. Отношения с одноклассниками были самые хорошие. Он был очень талантливым. Девочки на него никогда не жаловались. Это все, что я о нем знаю. Я была очень удивлена, потому что в ученичестве он не увлекался религией. Мы за ним этого не замечали. Намаз он тоже не читал. Мама его была очень простой женщиной. Мы с ней постоянно общались. С уроков он никогда не сбегал. Мог пропустить их из-за домашних дел. Когда мы ругали его за это, он мог заплакать. До такой степени он был чувствительным. Я сейчас просто в шоке. Он не был каким-то авторитетом среди своих сверстников. Он стеснялся заговаривать с девочками. Если ему говорили, что он будет резко, мог заплакать. Таким он был с 5 по 8 класс. Я обучала его с 3 класса. Сразу вспомнилось то, как он сидел за партой. Очень тихо и ровно. Он много рисовал, не очень любил математику и был плох в литературе. Однако дисциплина у него была отличная. Его родители постоянно ходили на собрания. Замечания касались только его учебы. Он часто рисовал времена года, чаще всего весну. Никогда не дрался. В классе тоже вел себя хорошо.